20 человек получили наивысший результат – 100 баллов. Сразу по двум предметам – русскому языку и литературе – высший балл у выпускницы гимназии школа бизнеса Анны Селефоновой. И хотя в прошлом году 100 бальников было 27, по другим позициям результаты этого года – лучше. От 80 до 99 баллов набрали более 400 учеников сочинских школ. В целом, по России, за время проведения ЕГЭ с экзамена было удалено 1400 человек. В Сочи таких случаев в этом году не зафиксировано. Мы превысили свой прошлогодний результат более чем на 4 балла. По математике чуть меньше, чем на балл, но все равно это хороший результат. Вопрос качества образования находится на постоянном контроле в администрации города. В этом году на вторую волну ЕГЭ сочинцы ввозили в Новороссийск, так как необходимых условий онлайн-трансляции в пунктах сдачи не было. Проблему эту глава Сочи пообещал исправить. На оборудование необходимо около полумиллиона рублей. На совещании отметили и школы, которые показали самые низкие результаты. В основном, по словам директоров, это происходит из-за нехватки кадров. Чтобы повысить качество образования, необходимо приглашать специалистов из других городов, а также стимулировать местных учителей. Пойдем к каждому из вас на встречу в плане того конкретного, что я приглашу историка из Краснодара, приглашу из Москвы, там, математика, куда идти квартиру. Вот это мы можем, по большому счету, я вам обещаю, что мы можем это обещать и делать, если это... Но историк должен это соответствовать. Совещание закончилось на позитивной ноте. Благодарственные письма от главы города за хорошую подготовку выпускников к экзаменам получили 19 руководителей учебных заведений, в том числе директора школ, которые заняли лидирующие позиции в городском рейтинге. Это лицеи номер 95 и 22, а также школа бизнеса. Сочинские выпускники знают, что их светлые головы и знания, которые они приобретут в высших учебных заведениях, будут всегда востребованы в родном городе. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.